Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Мой сын, 7 лет, совсем перестал меня слушаться. Ну, знаете, здесь сразу возникает несколько важных моментов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. В первую очередь, момент, связанный с тем, как обстоят дела с отцом. То есть, если отец с ребёнком, общается ли отец с ребёнком. Вот, если общается, то как, насколько хорошо, какие у вас отношения с отцом ребёнка. Если вас не надеет, то если да, то какое, если нет, то ничего. Следующий момент касается того, что вы понимаете под слушаться. То есть, вот именно, что конкретно вы понимаете под тем, что ребёнок слушается. То есть, это выполняет ваши указания, это выполняет ваши директивы. Но чисто на одних только директивах, на самом деле, далеко не увидишь. Потому что, так или иначе, ребёнок с возрастом начинает задавать вопросы, да, начинает подберегать сомнению то, что говорят ему родители. Ну вот, это нормально. И, соответственно, если ребёнок чувствует, что, как бы, вот это вот, ну, опеки, да, и контроля много, если ребёнок чувствует, что он на него давит, если ребёнок не понимает, зачем ему случится, то есть, родитель не может объяснить, объяснить адекватно, для чего ребёнку не понимает, что у вас, то возникают такие вот, как раз такие проблемы. И это очень важный момент, момент. То есть, очень важный момент, чтобы ребёнок понимал, для чего ему служить, чтобы это как-то вот перекликалось, может быть, с его собственными желаниями, с его собственными ценности не догадало. Потому что, на данный момент, есть ощущение, что ребёнок, вот, просто должен вас случиться, вот, просто потому что, не знаю, вы так сказали, вот, просто. Ну, это позиция, мягко говоря, далека от реальности и, мягко говоря, она далека от того, что, ну, не кажется, что вы это делаете для ребёнка. Больше кажется, что вы это делаете для купирования, компенсации, может быть, своей, ну, своей тревожности какой-то, может быть, да, своих переживаний, вот. То есть, когда особенно требуется от ребёнка не уходить, там, далеко от того, как вот вы говорите. То есть, даже, как бы, чисто для меня это звучит немного странно. То есть, ну, я понимаю, если есть какая-то опасность, вот. Ну, вам, опять же, надо бы донести до ребёнка, что это опасность, она есть, что это опасность, она существует. Ну, вот. Показать ребёнку, обсудить с ним, ну, вот, акт наличия опасность на этот город. И тогда уже смотреть. А пока что, вот, то, что делаете вы, ну, это выглядит просто требование ребёнка вас, требование к ребёнку вас слушать. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, совершенно очевидно, что вы теряете авторитет, да. То есть, к вам ребёнок будет не прислушиваться, что-то произошло, что, ну, что, в какой-то степени промотивировало его ребёнка, ребёнка, то есть, вас не слушать. То есть, вот, что-то произошло такое, что, ну, не вело ребёнка на мысль перестать вас слушать. Вот. То есть, вероятно, с вашей стороны, какие-то действия имели место быть. Вот. Что и в итоге привело к тому, что ребёнок слушать вас больше не хочет. Вот. Может быть, вы его, там, как-то разочаровали в своём поведении. Может быть, что-то ещё, не знаю. Но здесь, как бы, момент такой, достаточно серьезный тоже. А дальше, значит, вы говорите, что вам ребёнок спорит со своим, с вами ребёнок спорит. Ну, спор, в общем-то, является, на мой взгляд, достаточно хорошим. А, знаком это, знак того, что ребёнок пытается свои границы оставить. И, на мой взгляд, если ребёнок оставить свои границы, ну, это, в принципе, хорошо. Это говорит о том, что у ребёнка сохранилась, сохраняется пока что такая вот здоровая агрессия по отношению к своей, ну, к своей модели поведения. То есть, ребёнок отстаивает свою позицию. Конечно, он это может делать деструктивно. Он это может делать ущерб себе. Это нужно понимать. Вот. Поэтому, если ребёнок это делает, это делает, на самом деле ущерб себе, то тут важно ему показать, что ему вредит то, что он, он делает. Но вред ребёнку должен быть осознаваем. Вот. Это именно, вот, осознаваемый ребёнком вред. Чтобы не было таком, что просто есть какое-то такое, какое-то такое умозаключение, да, что вот должно быть так и никак иначе. Ну, а как вы сами? Ну, а как вы сами? Возьмите его слова. Как вы сами? Что вы считаете? Вы его контролируете? Вот. Или как? То есть, ну, то, что он говорит, это понятно. А что считаете вы в этой ситуации? Ведь очень важно, что, чего вы хотите, очень важно, что, готовы ли вы менять что-то? Судя по вашему тексту, не понятно, готовы ли вы что-то менять или нет. Так. Что обманывать? Обман, с одной стороны, свидетельствует о том, что человек стыдится каких-то вещей. То есть, это именно стыд непринятых себе каких-то моментов. Ну, например, например, непринятие того, что он хочет сделать по причине понимания вашей реакции. То есть, он знает, как вы на это реагируете и это мотивирует его на обман. С другой стороны, с другой стороны, обман может быть связан еще и с тем, что у человека отсутствует уверенность, понимание того, что вы способны оценить и понять то, что он делает, то, что он хочет. То есть, проще обмануть вас, чем попытаться донести до вас свою идею, чем донести до вас то, что ему нужно. Это, конечно, сна грустная, это, конечно, сна печальная, если такая позиция имеет место быть. Ну, судя по тому, что мы можем видеть, вероятно, так это я делал. Хотя, повторюсь, это, ну, в общем, в общем-то, достаточно печальный. момент, на мой взгляд. Вот. То есть, здесь такой момент, популярный. Любой просьбой в последних годах серверов все равно нет. Ну, задайте себе вопрос, Ольга, какой смысл, какой мотив у ребенка должен быть вашу просьбу выполнять? То есть, вот зачем ребенку выполнять вашу просьбу? Обходите себе на этот вопрос. Я уверен, что какие-то вещи вам покажутся несколько более понятны. То есть, вот что приходит первое, когда я спрашиваю вашему ребенку выполнять вашу просьбу, вашу просьбу. Подумайте. Подумайте, что вы транслируете, условно говоря, своему сыну. Какую мысль вы ему транслируете? Понимаете, ваш ребенок реагирует достаточно агрессивно. На то, как мы с ним общаемся, на то, как кто-то взаимодействует. Возможно, возможно, я не знаю, но возможно, он чувствует угрозу. И угроза, которую он чувствует, связана как раз таки с вашим поведением. Иными словами, вам нужно что-то менять в своем поведении для того, чтобы ребенок не чувствовал угрозы. Соборебенок не ощущал того, что ему что-то угрожает. А пока что, к сожалению, угроза начисла. Опять же, поймите правильно, я не преследую сейчас какой-то цели. Значит, вас в чем-то обвинять. Я не хочу именно вас обвинять в чем-то. На этой задачи показать вам возможные причины, возможные основания тех проблем, которые у вас имеют место быть. Потому что проблемы, вероятно, достаточно серьезно, серьезно, раз вы обратились к нам сейчас. Дальше. Если отпускают на улицу и говорим, не выходят из дома, обязательно слушают. Ну, здесь дух претворитель, вот. У ребенка явно дух претворитель, конечно, не претворитель. Но нужно понять, вследствие чего он воспринимает ваши слова именно так. Почему он воспринимает то, что вы ему говорите, именно таким образом. Вот. Вероятно, у этого тоже есть определенные причины. Вероятно, у этого тоже есть определенные моменты. Вот. Вероятно, у этого тоже есть какие-то основания. Вот. Ну, а вы можете поступать, на мой взгляд, аж достаточно хитрые. Вот. И говорить ему о вещи совершенно обратные, которые вы хотели бы, чтобы он сделал. То есть немножечко проявить такой, скажем, ну, может быть, немножко хитрости проявить какой-то. Ну, понятно, что только если в этом ходить. Самый, опять же, это важный момент. Ага. Так. На шифт играет с ребенком один на один, все хорошо. Если у девчонки нет, только приходит, обижается на других детей слайд, сам кого-то обидит, и не обращает на него внимания. Ну. И это ощущение, что у ребенка общая проблема. Общая проблема. Ощущение себя, значимое ощущение себя целостным. Вот. Есть вот такое, есть такое ощущение, что вот. Ну. Проблематика у ребенка, она пока. И... На мой взгляд... Ну, понятно, что я надеюсь, что в общем-то все можно решить. При желании. Главное, чтобы вы этого хотели. Вот. А пока что у меня нет ощущения, что вы хотите что-то решать. Потому что у вас хотя бы нет, Ольга, вопросов. Вы не задаете свой вопрос. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.